всем привет меня зовут илья и на этом канале я пытаюсь играть на бас-гитаре но сегодня по большей части будет такой влог видео текстового разгрузочного характера речь пойдет о поп-музыке точнее о том какие профессиональные качества поп-музыка может воспитать музыканте наверняка каждый из вас процесс своего бытия сталкивался с таким популярным среди людей мнением о том что поп-музыка типа это признак плохого вкуса это деградация для человека примитивизм это если музыкант играет поп-музыку и там увлекается слушает там радио этими всеми современными тенденциями якобы он не может быть скиллом это все плохо и такой вот однобокий взгляд это знаете как например человек который художник закончил профессиональное высшее учебное заведение профессиональный художник и он уже не рассматривает например творчество тату мастера для него это как ну он не считает это за творчество то же самое здесь очень похоже сегодня попытаюсь разобраться и у меня получилось выделить пять пунктов пять качеств пять критериев пять моментов которые которые попса способна развить в музыканте в основу этого видео вошел мой личный музыкальный опыт так как я участвовал в кайр-бэндах был у меня такой опыт мы играли вещи начиная от лабутенов заканчиваем iron five и прочими танцевальными хитовыми заводными вещами и второй момент это инфа который я получил из общения с моими друзьями профессиональными музыкантами это те люди которым я прислушаюсь и чье мнение мне интересно и я его уважаю итак пять пунктов чем попса полезно для музыканта ставьте чаек погнали пункт номер один музыкальная дисциплина супер важное качество черта любого музыканта и поп музыка очень хорошо воспитывает что это значит это когда человек может практически правильно расставить приоритеты в песне используя только то что реально работает так как поп музыка ограниченного времени на песня длится 3-4 минуты в отличие от не попсы который может там по 10-15 минут песни идти поэтому в эти 3-4 минуты нужно использовать только те средства используют только те ноты используют только то те слова которые действительно смогут с нулевой секунды завладеть слушателем этот скилл реально сложен и мало музыкантов даже супер техничных супер там я не знаю виртуозных не каждый из них сможет правильно подобрать тот рецепт и найти именно то что в песне будет хитово то что будет качать к тому же для многих музыкантов виртуозных техничных супер быстро играющих миллион нот в секунду для них реально сложно перебороть свое эго им проще бывает что назвать это все а что там играть это все попса это все не интересно что там три ноты в большинстве случаев так и происходит но на самом деле это есть некая такая музыкальная зрелость и те музыканты которые прошли через поп музыку они это понимают и воспитали в себе в эту чувству меры в в себе благодаря этому чувству меры и играют научились применять лишь те средства которые реально работают музыканты 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 Пункт номер два Чувство груво Объясню, почему я включил эти два слова Чувство и груво Для некоторых это может быть непонятно Во-первых, задача любого популярного исполнителя Музыканта, барабанщика, бас-гитариста, гитариста Не важно Сделать так, чтобы эта музыка заставляла массу людей Большое количество в зале Или те, кто будет слушать это на пластинке Раскачиваться в такт музыки Допустим, топать ногой Танцевать, двигаться с этой музыкой Это должно качать людей И для того, чтобы это передать людям Вот этот кач Нужно самому чувствовать этот грув в сто раз сильнее Это очевидно Вообще, ритм и грув в попсе Имеют очень большое значение Первостепенное чувство ритма И умение держать вот эту ритмическую канву Как машина Пункт номер три Аранжировка Многие мне сейчас скажут, что аранжировка важна для любой музыки Не только для попсы И будут правы С этим спорить бесполезно Но Здесь Аранжировка важна Важна и занимает особое место Можно даже сказать, что поп-музыка Это музыка аранжировки Здесь существует четкий план действий Четкая последовательность И Нарушение его Нарушение аранжировки Это практически крах песни Если есть соло То оно выписано И оно длится столько, сколько оно длится Если оно будет длиться больше Просто вокалист не вступит, когда надо Здесь четкое понимание, кто сколько играет Четкое время песни Если нужно бить бочкой восьмыми Четвертями в восемь тактов То бочка бьется четвертями в восемь тактов Если нужно ударить в крэш На тридцать в восьмом такте То играется крэш К примеру, если в импровизационной джазовой музыке Гитарист или какой-то сольный музыкант Он больше уделяет внимание Нотам Качеству импровизации Он может переиграть Если настроение будет определенное Он может сыграть вместо шестнадцати Тридцать два такта Все будут его слушать И вступят тогда, когда он закончит И там это не будет такой ошибкой В поп-музыке это неприемлемо Это можно отнести в какой-то степени к дисциплине К примеру, в джазовой музыке В импровизационной или фьюжн музыке Может такая ситуация сложиться Что гитарист плохо себя чувствует Он не готов играть соло, импровизацию Он может и вообще не играть От этого ничего не изменится Будет вместо него барабанчик играть или трубач А в попсе такое не будет Все знают, миллион людей знают Что есть соло в этой песне, есть мелодия И гитарист должен его сыграть Иначе люди не поймут просто Это дисциплина четкая Он должен играть это нота в ноту Конечно, аранжировка ограничивает свободу музыканта Безусловно, но в то же время воспитывает Музыкальную зрелость и дисциплину Четвертый пункт Правильный звук и качество оборудования Самое интересное, наверное, будет Как-то давным-давно я работал в музыкальном магазине В то время я еще увлекался джазом И директор мне как-то в каком-то из разговоров Сказал такую фразу Она мне запомнилась почему-то Ты же джазмен, тебе плевать на чем играть И в этой фразе какая-то доля правды существует Естественно, человек, который играет сложную музыку Он в первую очередь будет зациклен и сосредоточен На глубине, на полности этой музыки На импровизации, на синкопах На полиритмии На аккордах в 13 звуков И часто бывает так, что эти люди Они прохладно относятся к оборудованию И им вообще плевать на чем играть Действительно, это, наверное, отчасти большая правда Контрабасисту плевать Да ему пофиг, какой у него датчик стоит Какое у него дерево Контрабас, он как контрабас всегда звучит Без разницы, куда втыкать Он всегда будет контрабасом Гитаристы джазовые, пожалуйста У всех примерно одинаковый звук Традиционный Ну там некоторые есть гитаристы Которые, конечно, выделяются Скофилд по звуку, например Штерн у них там Они нашли какую-то свою фишку Окей, они выделяются Но в большинстве случаев Это не важно там В такой музыке Тут люди в первую очередь копают содержание Но в попсе, естественно, все по-другому Это поиск тембров Миллион, огромное количество тембров в поп-музыке Умение разбираться в этих тембрах Люди ищут этот звук годами просто Если копнуть суть попсы То цель ее Собирать огромные площадки Стадионы Несоизмеримо больше, чем с музыкантами Которые играют сложную музыку Импровизационную, джазовую Несоизмеримо, просто никак не сравнивается В десятки раз больше Соответственно, здравый смысл подсказывает нам Что звук должен быть, соответственно, на высочайшем уровне Чтобы огромное количество людей воспринимало это И слушало Требования к оборудованию, гитарам К усилению К концертным залам Высочайшие И, соответственно, поп-музыка Реально воспитывает в людях Точнее, заставляет музыкантов Звучать круто, звучать качественно Последний на сегодня пункт, номер пять Это понимание музыкальной ситуации Очевидно, что музыкант, который не интересуется современной поп-музыкой Ему будет сложно написать трек Написать альбом Чтобы большинству людей понравилось Чтобы его услышали Чтобы до людей дошло Или группе, неважно Потому что, если ты не знаешь, например, какие тембры канают Не знаешь, какой звук гитары сейчас катит Какие тембры у баса есть Какие барабаны сейчас вообще в теме Как их сводят сейчас Элементарно надо знать, какие настроения у людей Сейчас вообще в мире Элементарно надо знать, какие тексты слушают Какая тематика, какие вообще настроения Лично я очень люблю слушать онлайн-радио Инди-поп, поп-рок-волны Которые для меня являются таким неким учебником Аранжировки, учебником звука Тембров И здесь, естественно, группы все звучат супер-качественно Супер-круто Супер-тембры Люди понимают, что это важно В таком жанре, как поп-музыка Качество звучания, качество оборудования Но это не значит, что нужно прям брать И все делать так, как сейчас по радио Как играют популярные исполнители Нет, это абсолютно не так гипертрофированно Надо воспринимать А лишь как тот источник, который может помочь тебе Твоему творчеству Сделать так, чтобы оно было услышано К примеру Ну, вообще качество Это точно будет только в плюс В заключение скажу несколько слов И в первую очередь о причинах этих самых стереотипов Касательно поп-музыки В первую очередь, конечно же, человеку сложно осознавать Всю многогранность бытия И многие люди думают Не видят вот этих полутонов оттенков Они видят, что есть только черное или белое Вот это вот попса Это все фигня Минимализм, примитивизм А это там рок Там металл Это круто И вот это деление на протяжении всей жизни Людей преследует На самом деле, ну, рок это и есть поп-музыка В том числе Потому что поп-музыка состоит из огромного количества жанров Это лишь часть массовой культуры И группа Металлика, например, это популярная группа Группа кино тоже Это хорошие, качественные, популярные проекты И не нужно говорить там, я не знаю Я там не слушаю попсу, я слушаю Металлику Это как-то не очень сочетается с реальностью Есть всегда полутона Есть всегда не только черное и белое Всегда есть три пути Я гораздо чаще и больше Поэтому стоит лишь использовать это и знать об этом И это только будет в плюс А на этом сегодня все Обязательно пишите в комментариях Что лично вам дала, как музыкант поп-музыка, кавербенды Или что не дала, отрицательные моменты Чему она, наоборот, разучивает Тоже есть поле для обсуждения дискуссий Лайки тоже ставьте, репостите Все как обычно, ничего не меняется Всем спасибо, что смотрели, всем пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok